всем привет товарищи давно не виделись а точнее пару дней так в общем жизнь налаживается потихоньку прихожу в себя так и перед тем как мы начнем видос хочу сделать маленький анонсик на ближайший день 2 дело в том что я жду сегодня завтра мне должна прийти модная черепаха от alpinstar картинку я сейчас вставлю то есть это как я понял черепаха новая потому что обзоров на нее вообще нигде нету то есть есть один видос который я нашел там человек на английском языке в виде шота просто показывает как она сидит на нем и все поэтому если придет сегодня может быть даже сегодня запишу видос в общем сегодня завтра послезавтра выйдет видос с обзором ну на этой вот модной черепахи поэтому если кому любопытно интересно то можете подписаться на канал можете просто заглянуть завтра загуглить там мотохайкер забить и посмотреть то есть черепаха это относится к топовому сегменту поэтому очень интересный продукт в общем ладно черепаха это потом а сегодня мы поговорим с вами вот об чем сегодня я хочу пас по философствовать подискутировать на тему что лучше телефон iphone или вот такая штука для путешествий дело в том что пару недель назад я приобрел себе вот такой вот навигатор это гармин зума xd раскоробкинг я делать не стал потому что ну не вижу в этом смысла подбить неинтересно тем более этих раскоробкингов уже на простроях интернета навалом по философствуем на тему что лучше что хуже в общем я просто скажу вам свое мнение почему была мотивация вот взять именно такую штучку дело в том что где-то месяц назад я решил такой были выходные поехал думаю поехал я в сторону польши город швед оттуда начинается этот ted germany или заканчивается но это смотря как смотреть с какой перспективы думаю поеду на разведку посмотрю вообще как поведет меня мой телефонный навигатор именно по тету то есть я скачал трек на сайте ted gps трековский открыл его в кали мото думаю сейчас поеду в общем я встал на маршрут как я думал и погнал короче по этой кали мото я проехал буквально около 100 километров и что-то я оффроуда вообще не видел и потом я сверился с треком и понял что кали мото просто взяла промежуточные точки из этого трека который я скачал и соединила их по-своему то есть в обход всех интересных дорог я психанул думаю ну ладно неудачная разведка и поехал домой и после чего я понял что для подобных мероприятий мне нужен нормальный gps прибор что-то типа такого но это как бы такой самый распространенный зума xt специально для мотоциклов сделаны есть еще вторая версия новая она подороже но я решил обойтись старой версии мне хватит для моих нужд так вот оправдала ли себя покупка под полторы недели назад когда у меня тоже выдались выходные я поехал думаю в ту же сторону поеду и прокачусь ну это сейчас не пропадение там поездка у меня быстро закончилась ну неважно факт то что я забил этот трек сейчас я вам его даже покажу ну-ка включайся так вот у нас приложение трекс и вот у меня тут три трека открываем трек я не знаю видно здесь будет нет там красная полоска идет ну не знаю в общем поехал я полностью по навигатору то есть забил точку входа в трек просто населенный пункт рядом которым там есть чтобы до туда доехать и уже оттуда встать на трек ну как бы провел у меня нормально до туда ну как то все равно мне кажется показался телефонный обычный google навигатор намного интереснее потому что google навигатор он ну короче вот ребят давайте так чтобы доехать до точки для конкретной точки там до достопримечательности и вас не интересует дорога вам надо чтобы это было побыстрее то вот и идеальный вариант это я бы сказал google map потому что он динамичный он может перестроить маршрутик как надо хотя этот может в принципе то же самое но только там надо подписки какие-то по моему делать у гармина там чтобы с приложением он там как-то коннектился поэтому не вижу смысла когда можно просто использовать google бесплатно и то же самое так вот доехал я до точки входа с по сориентировался так где на него въехать и что удивительно не совсем удивительно ну по сравнению с предыдущим опытом с этой кали мото я встал на этот трек четко и прям вот тропинками этими дорожками поехал дело в том что вот в таком навигаторе можно забить маршрут и заранее спланировать прям забить реально козьи тропки главное чтобы ваши карты показывали эти козьи тропки и все и он поведет вас ну точнее не поведет я ехал как в статичном режиме я его не преобразовывал в маршрут а именно просто трек я на него встал и как бы просто его следовал что в принципе тоже достаточно удобно было так что я сейчас даже вставочку здесь сделаю из моего там одного видоса чтобы посмотрели как он смотрится на моем мотоцикле где-нибудь здесь сейчас это вставлю параллельно так вот что касается трека то он мне понравился и еще такой нюанс когда мотоцикл у меня два раза падал в этот день со всего размаху то в принципе там ничего не стряслось ничего не пострадало как бы он выполняет свою функцию конечно к сожалению мне не удалось его пока потестить длительных путешествиях это больше такое скажем первое впечатление и вообще мотивация почему я его купил на еще раз ребят подведу итог есть то есть в купе их использовать вообще классно то есть одновременно и этот и этот этот если надо доехать до конкретной точки скажем до точки старта забиваем эту точку в google хоть координатами хоть как и едем туда потом вырубаем вот это включаем трек и погнали по треку собственно вот и все что касается ну и как бы всегда это будет у вас будет 2 2 2 навигатора телефон и обычный навигатор это всегда лучше чем что-то одно мало ли одно выйдет из строя опять вот эта штука зависит от интернета или у вас нет интернета то пропадают какие-то функции поэтому в общем решать каждому самому я чисто для себя вот выбрал такую комбинацию что буду использовать это это единственное что я его не подключал еще к бортовой системе этого мотоцикла потому что у меня два мотоцикла ну хотя для афроуда то у меня один мотоцикл в общем когда поеду на сервис по каким делам попрошу чтобы мне подключили гармин к бортовой системе чтобы не подключать через usb потому что usb он может расшататься потом со временем но это такой не вариант хотя тоже рабочий вариант я вот когда ехал я подключал его через usb ну ладно чего-то я заболтался еще раз ребята ждем следующий на днях обзорчик на черепаху альпинстар там бионик что-то там в 3 и еще мне осталось прикупить брейсы потому что для себя я решил пока у меня не будет максимальной защиты все как полагается я на афроуд не сунусь ну собственно черепаха придет и останется только докупить брейсы и у меня в принципе полноценный экипт на эту для оффроуда есть так что в августе у меня отпуск в начале августа и все равно я планирую поехать в швецию как и хотел ну конечно буду ехать осторожней учитывая свой опыт а точнее его отсутствие еще ребята кто досмотрел до этого момента ролика если у кого-то тоже есть желание в августе проехать вот эту швецию скажем так начале августа я стартую и с берлином то можете связаться со мной можем скооперироваться как бы попробовать проехать вместе потому что одному ехать да что-то как-то ссыкотно это в германии здесь все просто да знаешь язык знаешь местность так скажем всегда можно позвонить службу спасения нормально объяснить что где когда еще в чужой стране это немножечко как-то ссыкотно ну опять же это ссыкотно и вот это как бы тоже еще подстегивает к поездке небольшой экстрим но для этого надо максимально защитить себя насколько это возможно ладно ребята все заболтался я что-то давайте все всем пока ведь я уже левую руку тяну прям вот выключателю первые дни помните я вот так вот держал что а сейчас уже полегче все пока